Итак, жил я себе спокойно, но произошло два события. Первая новость. Елена Александровна Савинич едет учиться в Сколково. Вот, и куча рассказов в ЗАП. Но не все так просто. Второе. Пришел подарок от Алексея Макарова. Кстати, пришла смс от Елена Александровна. Знаешь, что написано? Поздравьте меня. Первую лекцию читаю второму курсу. По-моему, а, ну, ваша уже эта самая, как еще забываю, как называется ваш инструкция. Ну вот. И я вас поздравляю с тем, что это ваша первая лекция. Так? Вот. Потом расскажете, какие впечатления оставила, и как слушали вас, или спали, или каждый уткнулся в свой этот. Вот. И стоило вам стараться, если там это... Это как Сергей закончил этот техникум сельхоз, да? Вот. Я ему говорю, Сережа, ты там, ты пришел в техникум никак, ну, поступает, поступал когда. Я говорю, поздравляю, ты идешь в техникум никак просто, который отслушал, получил диплом сельхозтехникумы Ковежа. Нет, ты идешь туда, звезда, у тебя лучший сад в России, у тебя, вот, у тебя будет куча друзей, там же такие же, как ты. Закончил диплом, я говорю, ну что, ни один человек, у него мыслях нет, ничего не надо, ни ябленьки, ни вообще ничего. Вот так вот. И вот я вас даже сочувствую, буду для вас слушать. Но вы идите учиться в школу, вот так. И мне совпало, у меня в жизни всегда так совпадает. Приходит подарок от Алексея Макарова. Внимание. Вот. А я считаю, что мы, друзья, переходим в следующий класс. Мы с вами три года отучились. Вот. А давайте смотреть. Когда всегда это самое, как сказать, вы мне объясните, как люди, которые преподавали в Элладе древней, а уже тогда были академии, были философы, делали расчеты и предсказывали эти солнечные затмения. Как, не зная, что Земля крутится вокруг Солнца, а точно зная, что Солнце укроется в Землю, как они могли эти расчеты вести? Это значит, что не все так просто, друзья мои. Кстати, сейчас не все еще верят, что Земля круглая. Но это ладно. Итак. Вот это издание. Спасибо Макару. Вот. Я вот говорил, я боялся, что открывать придется. И тем не менее, открыл. Итак. Академик Трофим Денис Искласенко. Вы, Елена Александровна Савельевич, когда вы возглавите институт или университет, или, попозже, Минсельхоз, или Академию наук, нужно подчеркнуть, вот вам наброски программы. Я эти все наброски почти все, ну, отменяюсь, но я с Искласенко. Дело в чем? Что такое переход в следующий класс? У нас уже давно, и это десяток человек, которые постоянно прописались у меня в гостевой книге, да, вот, они настолько умные, грамотные, что у меня иногда, я стараюсь даже, это самое, вмешиваться в спор, чтобы с двух сторон не прилетело. Вот, настолько они серьезные мужики и дамы. И вот получается так. Значит, все-таки большинство из нас пока первоклассники. Так? И я тоже. Как я могу себя перейти в другой класс, если я Лысенко не читал ни разу? И большинство из вас тоже. Переходим в следующий класс. Смотрите, как это выглядит. Дело в том, что, раз Елена Александровна едет в Москву, она едет учиться. Но она примерно та же, как будет там выступать. Я ведь не сразу сказал, что вот, что Сергей в техникум поступает. Ему нужен диплом, ему нужна корочка. Так? В практическую сторону он знает. Песик отыщен, когда она тыщит. Все, что там большинство сказано, оно не только не нужно. Оно еще, ладно бы запомнить, пользу принесло. Оно еще и бесполезно. Вы знаете эти программы? Вот. А нужно. А он сидел там и сидел, и не высовывался. Можно быть и правильно. Если Елена Александровна там приедет, а ей скажет, ну я не знаю, что там за учеба. Сколково. Но с другой стороны, там мы сейчас скопнем, чем они должны бы заниматься. Это особый разговор сегодня у нас, знаете. Чем они должны быть. Не только она, а те, кто ее учить будет. Так? А если это так же, как проходят все садоводы в России. И это было, и конференции проходят. Потом берут эту, всю эту самую, докторов, кандидатов берут, всадят в автобус. Везут какой-то подмосковный или еще какой-то. Несмотря, где конференция, где съезд проходит в эту самую, сосад. Потом кто-то ходит, я вам показывал, я же ничего не выдумываю. И это если на всех их сайтах берет секатор, и в середине лета учит, как обрезать дерево. Вот. Я бы ему руки этим секатором поострел бы. Но дело в том, что, понимаете, на этом и кончается учеба. То есть они возвращаются, калечить надо, надо. А потом про все эти интересные, что письмо получилось, вот такое вот. Вроде бы нападническое на меня, а на самом деле оно полезное. Итак. Значит. Перехожу к делу. Яровизация. Причем тут яровизация? Мы же с вами не это самое, не зерновыми занимаемся. Но читаем. Первым важным достижением Лысенко стало открытие и внедрение в сельхозпрактику агроприема яровизация. И так. Внимательно. Яровизация заключается в обработке семян во время зимы влагой, но без допущения их порастания. Я читаю и думаю, что это не наша статификация. Ладно. Но тогда, получается, результаты. Смотрите. Итак. Одно дело, просто семена лежат. Другое дело, и вот результат. Смотрите. Дальше сумасшедшие цифры. Как это все случилось. Но это ладно. Идем дальше. То есть, я специально подчеркнул. Мы не будем делить на зерновые и на эти самые. И на плодовые. Все. Не будем. Теория стадийного развития. Годится к нам или нет? Большим теоретическим достижением Лысенко стало открытие стадийности развития растений. Лысенко заметил, что растения проходят в своей деятельности ряд относительно стационарных этапов стадии развития. При этом требование растений к влажности, цвету и другим факторам, зависит от стадии развития. Ну, ребята, те, кто у нас уже классом выше, те, кто в моей гостевой, это они уже знают. Половина из них лысенковцы. Я вас поздравляю. Если вы об этом не знаете. Дальше идет температурный фактор, свет, интенсивность, спектральный состав. Ну, понятно. Стадия необратима. Вот. Рост. Я к тому, к чему нам это надо, не надо. Еще раз. Давайте не делить семена. Тогда что получается? Почему раньше этого не делали? Рост увлажненных в зимнее время селят ускоряется весной, потому что они уже прошли стадию реализации. Вот. Теперь переход к принципиально новому состоянию. Ладно. Это мы пропустим. Пока пропустим. Идем дальше. И недолго, недолго, ребята. Всем же это интересно, то, что я говорю. Вот они получили. Я специально взял, так как в плане этого, как говорил Павел Печкин, в плане, как это говорил-то, улучшения грамотности. Итак, реализация. Носенко. Так. Я беру крайний случай. Вы знаете, я не Макинач. Мы все самые какие-то странные люди. Мы взяли в 2019 году. Собрали плоды с косточками и положили в морозилку. В морозилке, я не говорю, что время было в 27. Надо будет сейчас проследить. Новые два градуса я покуплю. Но тот градусик показывает 27 минус. Год. Больше полутора лет пролежали. При дикой страшной заморозке. А реализацию каждый понимает по-своему. У нас тоже среди садоводов есть увлеченные люди. Есть как бы мода. А давайте проморозим семена. То ли начитались лысенко. То ли они сами дошли. То ли в воздухе витает. Весенцы лискаться тоже часть времени они проходят при минус. Правильно? Вот сегодня только мне по телефону рассказывали. А что я могу сделать, когда у меня это самое. Снега нет. Как я могу садить по-вашему, когда снега нет. А саженцы тут же и замерзнут. Вот взял от Тюмени и не выпал снег. Что ты будешь делать? Так бывает. А морозы трещат. И вот получается, что здесь примерно... Ну, например, заложили мы в августе. То есть год прошел. Это был август 20-го года. Вот. Потом сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь. Февраль. Да, февраль. Февраль, да. 16. 18 месяцев. И теперь что мы делаем? Вот что я делаю. Вот они. Лена Александровна. Это вас касается. Не надо было мне подачивать меня. Вот они, видели? Ну, конечно, мы должны были годом раньше высадить. Ну, бывает, забыли. А я считаю, не забыли. Это судьба. Сегодня я зацелектировал. Месяц я храню их. Теперь задача. Умудриться после этой дикой, страшнейшей заморозки в минус 27. Почекосмос. Мы должны пробудить их. А кто лучше меня это умеет? Короче, подсказка для всех. Год, месяц они лежат в холодильнике. А на второй месяц, тут осталось-то довести два месяца. А второй месяц, на лоджию, а там ночью плюс, ночью минус, днем плюс, ночью минус, днем плюс, ночью минус, днем плюс. И уже лучше условия для того, чтобы зашли, не создать. Именно вот эти вот. Лоджия, это провокатор такой. Даже рискую, раньше взойдут. Но мне сам факт, что взойдут. Почему мне это надо? Второй этап, высадка, Лена Александровна. Может, в том времени вы уже этим займётесь. Я кусок этого вебинара вам посвящаю. Задача получить, если взойдут, довести до плодоношения. И учитывая вот эту дикую, страшную заморозку. Такие инстинкты должны проснуться. Что там вообще мы с вами получим плоды, которые вообще не виданы. Вы скажете, будут элементарные? Может. Вы скажете, они будут дикими? А почему после такой заморозки им не одичать? Согласен. Ну, я всё равно надеюсь, что будут чудеса. Почему? Я остался, годы прошли, того же мнения. На землю попали культурные деревья. Точка. Мы ни хрена не знаем про эту, про эту самую, про своём прошлом. Глупости набиты все учебники за подписью академиков. Лягушку заморозят, разморозят, попрыгала. Сперму мужскую замораживают до температуры космоса. А потом не просто это не погибает, как вот мы вот сейчас заморозили семена. Сперма мужчины. Абсолютно, стопроцентно, полноценно, когда размораживается. Хранение в глубоком этом, глубоком язык заворачивается. Вы представляете, в каком мире мы живём? И семена к нам попали так же. И сразу культурные они были. А теперь давайте посмотрим, а что будет потом? Я никого не призываю. Я просто говорю, что мы должны находить крайности. То есть дойти до конца до этого. А если взойдут, пролежав почти два года при такой дикой заморозке, ещё специальную заморозку сделать. Ещё это. Вот так только можно раскрыть. В военные годы в ряде районных восточных областей многие семенные партии имеют низкий уровень скорости семян. Знакомы вам? Вспоминайте. Караулу у меня ни одна не взошла. Пусть редко, но бывает. Иногда порядка 30-40%. Да, и у нас тоже, у садоводов. Чаще всего. Высенко предложил простой метод, с помощью которого то ли кондиционный, то ли некондиционный по схожести семена пшеницы и других зерновых. А, некондиционный. Можно было сделать хорошо схожими. А именно, из экспериментов у Лусенко сотрудник выяснилось, что некондиционное внимание, некондиционность сейчас выявлялась следствием не гибели зародышей, а того, что они, попав сразу после уборки в холодное, морозное условие, характерное для Сибири и Казахстана, не успевали закончить посеву дозревания. Знакомая? Знакомая. Лусенко предложил с наступлением весны как можно быстрее выгрузить и зерно хоронились колхозы семена пшеницы и рассыпать тонким слоем на брезент, вспоминаем мой рассказ, до того, как я книгу получил, мешковину, чтобы их обогрело солнце и наружный воздух. И правда, я не этот, не экстремист. Я вам по-другому чуть-чуть рассказал, вспоминаем. Есть солнце. У меня там, ну как, просто железобетонный пол на улице. И такой кусок там метра два на три, и хорошо обогревается солнце. И вот там я рассыпал всегда. Ну правда, когда солнца не было, я все равно рассыпал. И они, ну лучше, конечно, солнце. И вот что получается. Приходит книга, вот она, спасибо гражданину Макарову. Мне больше делать было нечего. В результате при температуре 5-15 градусов, семена за одну-две недели успели дозреть. Поняли? Повторяю. Лусьенко предложил с наступлением весы, как можно быстрее выгрузить из зернохронического хоза семена пшеницы. И рассыпать тонким слоем на брезент. Мешковину, другие посылки. Зернохронились, это холодно, вы сами понимаете. Чтобы их обогрело солнце и наружный воздух. И так получалось, что у них схоже становилось 90-95-99, вместо прежней 30-40. Мотайте нос, ребята. Я это специально не делал, так? Вот. Остается Ирина Александровна. Ну, понимаю там, куда столько этих советов даю. Ну, еще за голову не схватили, сейчас ниже схватите. Смотрите. Итак, приходит весна. Можно это повторить? Например, с холодильника достать. И прежде чем их посадить, добавить вот именно вот это вот самое. Как тут брезент, рассыпать и на солнце. Мотайте нос. Не обязательно Ирина Александровна. Мотайте, кто хочет. Но лучше бы нашелся человек, я уже ничего не успеваю в этой жизни, который бы взял эту банку, в котором социализированы семена, достал, высыпал там в таз, половину высадил, вторую половину. Ну, хотя бы на неделю у нас весеннее солнце. Ничего, что будут солнцить. Но не спящие, я имею в виду. Не просухшие, а еще спящие. А потом уже всадить и хорошо полить. Вот. Это должно быть программа. Но для кого я это говорю, я и сам не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok.